Для меня смерть Бориса Немцова была настоящим шоком. Я узнала об этом так же, как и миллионы людей поздним вечером. И так даже мне позвонили за границей и сказали, что вас убили важного политика. Я не поверила, потому что уже была глубокая ночь, полезла в интернет, и когда прочитала, то действительно это такая чудовищная трагедия, потому что это сделано прямо у Кремля, в центре, такой показушной, скажем, смерть. Я была знакома с Борисом Немцовым, несмотря на то, что мы встречались крайне редко, но это были такие теплые дружеские встречи, и у него было настолько позитивное мышление. И, наверное, жалко еще вдвойне, втройне, потому что людей с таким мышлением на сегодняшний день единицы. И таких жизнелюбивых людей, действительно, человек, который, несмотря на все свои регалии, привилегии, он упивался жизнью, он смаковал ее по капельке. И действительно человек, который, несмотря ни на что, жил в удовольствии. И если говорить о его фигуре, как о политике, как о значимой фигуре, то, по-моему, произошло то, что редко происходит с нашими людьми, когда наши люди восприняли смерть Бориса как свою личностную трагедию. В общем-то, каждый, даже несмотря на то, что кто-то был с ним незнаком, кто-то вообще мало о нем когда-то слышал, хотя таких людей единицы, все восприняли как какую-то свою личностную утрату. То, что тысячи людей вышли в марш, в траурный марш, прошли масса цветов, в общем-то, все масса мнений. И я считаю, что смерть Бориса, она не разъединит людей, а наоборот их, как моля, более сплотит. Потому что мы можем говорить об оппозиции, о власти. Но сейчас мы говорим о том, что действительно, как будто вернулись в 90-е годы, когда человека расстреляли не где-то даже у подъезда, расстреляли у стен Кремля фактически на этом мосту. А там, где не должно было произойти убийство, потому что убийство могло произойти где угодно, но не настолько показушно, настолько, скажем, эффективно для того, чтобы все люди ощутили состояние шока. Говорить о нем как о политике, я считаю, что он играл и до последнего такую важную роль, несмотря на то, что в последнее время о нем уже было мало где слышно, он ушел в оппозицию, он ушел в оппозицию, потому что практически его заставило это сделать власть. Но этот человек имел свое твердое мнение, я считаю его глубоко честным, порядочным человеком, хоть сейчас очень многие любят говорить, что он был сбитым летчиком, и никому был не нужен. Я с этим не согласна, потому что если бы Борис никому не был нужен, то, наверное, бы его так эффективно не убили. Но говорить о том, что раскроется ли это преступление, опять же скажу, что это мое субъективное мнение, я считаю, что преступление не раскроется. Ну, конечно же, сейчас будут приняты все силы, какие только возможно задействованы. Может быть, лет через пять, через семь назовут каких-то исполнителей, которые уже абсолютно будут никому не интересны, потому что мы, к глубокому сожалению, очень быстро все забываем. Сейчас поговорим на девять дней, поговорим на сорок дней, и на годовщину уже мало кто-то будет о нем разговаривать. Вот поэтому, как и все громкие заказные преступления, как правило, они не расследуются, можно искать какой-то след, можно что-то придумать, можно что-то фантазировать. Но я думаю, что это убийство останется на совести тех, кто это сделал. Вот в любом случае мы вряд ли узнаем правду, нам остается только помянуть этого человека достаточно, я считаю, хорошими, важными словами, потому что самое важное, что в этой жизни есть, это память. И я думаю, что в любом случае, даже если перестанут говорить в СМИ через год, но в любом случае он все равно останется в наших сердцах, как великий человек, очень хороший друг, и таких жизнелюбивый человек, который, в общем-то, настолько любил собственную жизнь, не доглядел собственную смерть. Продолжение следует...